В Рио-де-Жанейро завершаются летние Олимпийские игры. Церемония закрытия прошла на главном стадионе Игр 2016, знаменитой Маракани. Праздник по традиции включал в себя парад участников состязаний, после чего Олимпийский огонь погас. Всего в Олимпиаде приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 208 стран, представляющих все пять континентов. За 16 дней, прошедших с церемонии открытия игр, на аренах Рио были разыграны 306 комплектов наград в 28 видах спорта. Казахстан завершил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро на 22 месте в общекомандном медальном зачете, сообщает Вести Кейзет. Казахстанские спортсмены смогли завоевать 17 медалей, 3 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. Стоит отметить, что Казахстан установил новые личные рекорды по общему количеству медалей, а также по количеству серебра на одних играх. Тем временем Узбекистан на Олимпиаде смог завоевать 13 медалей, 4 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых наград. И таким образом расположился на 21 месте в итоговой таблице медального зачета. 23 место заняла Колумбия, спортсмены которой завоевали 8 медалей, 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Первые три места в командном зачете завоевали США, Великобритания и Китай. У России 56 наград, по 19 золотых и бронзовых медалей, а также 18 серебряных. Таким образом, Россия заняла 4 место. Террорист-смертник, осуществивший взрыв в городе Гизиантеп на юге Турции, был подростком в возрасте от 12 до 14 лет, сообщает британская телекорпорация BBC со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Президент сообщил, что взрыв, прогремевший накануне, вечером унес жизни 51 человека. Еще 69 человек пострадали, причем 17 серьезно. Эрдоган вновь отметил, что за терактом, скорее всего, стоит группировка «Исламское государство». Ранен турецкий президент заявил, что теракты, подобные взрыву, в Гизиантепе имеют целью посеять рознь среди различных этнических и религиозных групп Турции. Западные СМИ отмечают, что в Гизиантепе большую часть населения, которого составляют курды, присутствует значительное число оппозиционных активистов, сирийских беженцев и, вероятно, джихадистов ИГ, также прибывших из Сирии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял известие о трагическом происшествии в турецком городе Гизиантеп, сообщила пресс-служба главы государства. Казахстан категорически осуждает терроризм в любом его проявлении, полагая, что ничто не может служить оправданием невинно пролитой крови. Противодействие терроризму является главной задачей мирового сообщества. Мы солидарны с братским народом Турции в борьбе с этой болезнью 21 века, говорится в телеграмме Назарбаева президенту Турецкой Республики. Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Эрдогану, родным и близким погибших, а также всему народу Турции и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В Сомали возросло до 23 число погибших в результате серии взрывов в городе Галькао. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные местных властей. Ранее сообщалось о 15 погибших, передает РИА Новости. Атака произошла у здания правительства в Галькао в автономном районе Пунтленд. Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. Произошло два крупных взрыва. Сперва взорвался грузовик, а примерно через минуту взрывное устройство сработало еще в одном автомобиле. По данным полиции, в числе жертв ученики близлежащей школы и торговцы с местного рынка. Ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка Аш-Шабаб, базирующаяся в Сомали и имеющая тесные связи с международной террористической организацией Аль-Каида. Франция нанесла авиаудар по ИГ, уничтожив склады с оружием и места изготовления взрывчатых веществ. Рейд французских ВВС прошел 21 августа в сирийском городе Ракка. Боевой вылет обеспечили четыре истребителя «Рафаль», четыре самолета «Мираж-2000» и стоящий на вооружении французских ВМС патрульный самолет «Атлантик-2», передает ТАСС. Сообщение Министерства обороны Франции. Как отмечают во французском военном ведомстве, Франция и Ране наносила разрушительные удары по позициям боевиков ИГ. Эти удары внесли вклад в подготовку битв за возвращение Масула в Ираке и Раке в Сирии. К октябинским новостям. Мероприятие, посвященное 405-летию известного казахского богослова Кабак-Баба, состоялось в эту субботу в октябре. В нем приняли участие выходцы из рода Кабак, который более трех веков назад смог основать известный на сегодня в Казахстане род. Историко-познавательная встреча состоялась в мечети, построенной его потомками в пригородном поселке Заречный-3. Здесь же разбили 15 юрт и пришедших на мероприятие встречали в этно-ауле. По историческим сведениям, он потомок правителя Ногайской орды Мусахана, известный би, старший брат героя Сайрамской битвы Тлео Айтулы, предок знаменитых батыров, сражавшихся с джунгарами. Дни Айтикибийского района прошли в эту субботу в парке имени первого президента страны. Организаторы мероприятия разбили три юрты, в которых праздногулящих угощали всевозможными яствами из кухни разных этносов. Также на специальной ярмарке-выставке пришедшим были продемонстрированы оригинальные поделки айтикибийских умельцев и организована распродажа. Принявшие участие в торжественном концерте, а эти кибийские артисты поставили театральное представление, посвященное истории становления района. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте www.rikotv.kz, а также в дневном выпуске программы «Факт».